Во многих странах большую популярность приобрели электросамокаты, способные развивать впечатляющую скорость, что неизбежно привело к огромному количеству дорожных происшествий. За рубежом уже ввели жесткие ограничения на использование этих транспортных средств, и вот Госдума России тоже приняла меры, а именно законопроекта о штрафах для водителей электросамокатов. Напомним, что с 1 марта 2023 года для этого вида транспорта ввели правила дорожного движения, но ответственности за их нарушения не было. И вот свершилось. Теперь самокатчикам, которые нарушают правила, придется заплатить от 500 до 5000 рублей за превышение скорости и от 2 до 3 тысяч за нарушение требований к перевозке пассажиров. Также придется раскошелиться на сумму от 2 до 5 тысяч за причинение легкого вреда здоровью при ДТП, до 3,5 тысяч рублей за движение по тротуарам, от 4 до 5 тысяч за оставление места ДТП, от 10 до 15 тысяч за причинение вреда средней тяжести при ДТП, от 20 до 30 тысяч за езду в состоянии алкогольного опьянения. Мы спросили у тверичан, насколько они согласны с такими санкциями в отношении людей, которые управляют СИМами, и их мнения разделились. Ну как-то регламентировать надо. Наказывать или не наказывать, но какой-то регламент должен быть. Травм много, дети страдают даже, и взрослых бабушек, дедушек сталкивают, это я тоже видела не раз. Они все оснащены сигналом, и когда пролетает, есть какой-то страх, конечно. Вообще их запретить надо полностью. Ужасно, небезопасно мешают водителям и пешеходам. Я считаю, если что-то изобрели, надо изобретать сразу дорожку. А раз нет дорожки, всем опасно. Чтобы было по-человечески. А то всем плохо. Я не пользуюсь таким транспортом, но я думаю, можно везти дорожки специально для самокатчиков. Если он прям сильно нарушил, тогда можно. Рублем.